Девятки записались в 10 класс. По окончании они получат аттестат зрелости. Девятки записались в 10 класс. Итак, без тепла могут остаться жители поселка Каменный Бор, отключить котельную за долги от электричества. Грозятся энергетики. Им задолжали более 6 миллионов рублей. Ситуация усугубляется тем, что, по словам энергетиков, местные власти и коммунальщики не предпринимают никаких попыток для того, чтобы погасить долги. В то время как энергетики не раз пытались найти компромисс и выступали с различными встречными предложениями. По словам главы надвоицкого поселения Надежды Чекановой, поселок Каменный Бор отапливается электробойлерами. Общество с ограниченной ответственностью системы обслуживает несколько населенных пунктов, в том числе и большую часть этого. Его население за 2008 год оплатило лишь 40% стоимости оказанных услуг. 60% остались в должниках. В этом году тарифы выросли еще на 39%. Туда вошли теперь подорожание электроэнергии, транспортные расходы и аренда сетей. Местная администрация проводит встречи с населением в разъяснительную работу, убеждая их оплачивать услуги. Счета коммунального предприятия арестованы. По словам Надежды Чекановой, решающим станет завтрашний день. Как сообщает Пресс-служба Карельской энергоспитовой компании, руководство предлагает все усилия по разрешению сложнейшей ситуации. Энергетики верят, выход есть. Как вариант, нужно организовать индивидуальное теплоснабжение каждого конкретного дома в поселке. 12 пожаров и одна человеческая жизнь. Таков итог морозных выходных в республике. Как сообщается, количество возгораний резко увеличилось. Пик пришелся на дежурные сутки с субботы на воскресенье. Тогда температура воздуха на улице опустилась ниже 25 градусов. Трагедия произошла в Петрозаводске на улице Пархоменко 1 февраля. Пожар случился в квартире многоэтажки. В результате обгорела комната 15 квадратных метров. Мужчина погиб в огне еще до прибытия пожарных расчетов. Всего же с начала этого года и до первых чисел февраля в Карелии произошло 126 пожаров. В них погибло 17 человек. Материальный ущерб от стихии составил порядка 7 миллионов рублей. Слово «кризис» побило рекорд по чистоте употребления в нашей речи. Это сегодня подтвердили и республиканские власти. Как раз поэтому губернатор и спикер карельского парламента вышли на улицу Петрозаводска. Пафосно начавшийся митинг постепенно перешел в диалог между властью и народом. Около 200 человек в прошедшие выходные вместо похода на лыжах пришли на студенческий бульвар. Им первым и предоставили слово. В коллективном письме жители города не могли обойти тему отставки мэра и вынесли свое предложение. Как быстрее найти деньги на городские выборы, чтобы провести их раньше, а не только, когда у многих начинается дачный сезон. Кто же будет голосовать? Мы предлагаем снять вклад на основу депутатов Петрозаводского городского совета, тех, кто получает зарплату, и оставить их на общих основаниях с другими депутатами, работающими на неосвобожденной основе. А сэкономленные деньги направить на выборы мэра Петрозаводска. В последующем на строительство детских садов и другие социальные нужды. Республиканские власти в ответ пообещали жестко контролировать государственные деньги. Еще раз напомнили о плане Путина 2020, а также всех мерах президента и правительства России, которые направлены на борьбу с кризисом. Кризис очень остро ударил по нашей экономике, по нашим возможностям. Вы знаете, что упали цены на ней, знаете, что много проблем связанных с остановкой наших крупнейших предприятий. Но в том-то и штука, что все наши помыслы, все наши усилия направлены на поиск выхода из создавшегося положения. Реконструкция здания музыкального театра будет завершена, несмотря на финансовый кризис. Такое заявление сделали сегодня на традиционной планерке в правительстве. Ремонт планируют завершить в конце апреля этого года. Кроме того, речь шла на заседании о задолженности по зарплатам бюджетникам. Сейчас долги есть в Прионежском и Пудырском районах. Расплатиться с ними пообещали в ближайшие дни. В условиях кризиса в правительстве Карелии разработали перечень объектов, финансирование строительства которых не будет сокращено. В списке Аланецкая больница, две районные школы, бассейн в Костомукше и здание музыкального театра в Петрозаводске. Его реконструкция завершена на 90%. Сейчас идет внутренняя отделка помещений. Закончена работа по реставрации колонн, скульптурных групп, наружного освещения фасадов, реставрация мраморных лестниц. Обновленный театр обойдется республике в 360 миллионов рублей. Проблемы к финансированию, конечно же, существуют. И сегодня тоже об этом мы будем говорить. Мы долго очень думали, что нам делать, менять кресла на новые заказывать или реставрировать старые. И оказалось, что реставрация старых кресел гораздо затратнее, чем изготовление новых. Поэтому кресла будут точно такие же, но изготовленные заново. И это тоже достаточно большое время, потому что кресел много. Поэтому такие рабочие моменты, конечно же, появляются. И реставрация лестниц, замена новых перил или реставрация старых. Приняли решение, что поскольку здание памятник для нашего города, поэтому лестницы будут реставрироваться. И таких моментов очень-очень много, которые в процессе уже ремонта вскрываются. Как всегда бывает при любых ремонтных таких вот работах и реконструкциях. Средняя школа в исправительной колонии в Петрозаводской девятке. Сегодня открылась и вечерняя общеобразовательная школа для осужденных. Туда уже приняли 25 человек. Они пройдут курс 10 класса. По окончании получат аттестат зрелости. Занятия будут вести обычные школьные учителя. Кто-то спокойно вошел, а кто и прямо-таки вбежал в новенький класс. Навстречу с знанием и новым знакомством. Я первый заместитель министра образования Республики Карелия. Сегодня вместе с руководством учреждения, где вы находитесь, мы открываем школу. Это важное событие для карельского образования. Школа при исправительных учреждениях в Карелии единицы. Из школы в Сигирской колонии недавно открылась еще одна в Петрозаводской номер один, теперь и в девятке. В 10 классе 25 человек, те, кто очень хочет учиться. Наглядные пособия, книжки, ручки, тетрадки. Все это для многих сегодняшних учеников впервые за долгие годы. Мне осталось три года до свободы, отсижу на шесть лет. То есть, конечно, при первой же возможности я добровольно пошел на учебу, как только предложили. Где исполняется, это очень многое. Это очень многое. Это теряешь очень много времени. Просто это не представить даже, сколько ты потеряешь времени. Знаю историю, мой друг. Я наука всех наук. Сегодня у Ларисы Ивановны день праздничный. Первый урок истории в пятницу. 9 лет она училась егешских заключенных, а потому специфику знает. Во-первых, будущие ученики люди взрослые. Самым молодым 18 лет. К тому же несвобода накладывает свой отпечаток. То есть, они от нас ждут не только предметы, как в вольных школах, как мы называем это, но и общения, позитива, настроения положительного и возможность совместить, скажем так, не очень приятную жизнь на зоне с полезным учетом в школе. Тысячи часов общения с осужденными. Только у Ларисы Ивановны такой богатый опыт. Для всех остальных учителей, в том числе и для классного руководителя, все впервые. Будут определенные трудности, но мы не привыкли отступать. Поэтому вместе, совместными усилиями мы будем работать, жить и учиться. Вообще все предметы охоты изучать. А что-то особенное может быть? Нет, все. То есть жажда знаний сейчас? Да. Пока в девятке только один класс, десятый. В этом году планируется открыть еще два. Школа будет расти. Сегерская школа при зоне тоже начиналась с малого, 80 человек. А сегодня через руки сегерских учителей прошли 13 тысяч заключенных. И больше двух тысяч получили аттестаты. Петрозаводские власти порадовали горожан. Они сообщили, что зимний фестиваль Гиперборея все же состоится. Ранее сообщалось, что его проведение под большим вопросом. Впрочем, самого главного блюда конкурса снежных и ледовых скульптур, который и является главной статьей расходов фестиваля, ждать не стоит. Конкурс отменили из-за нехватки средств. Многие горожане отмечают, что без этого всеми любимого конкурса фестиваль будет совсем не тот, и само название Гиперборея – страна северного ветра к нему уже неприменимо. Тем не менее, в течение всего февраля в Петрозаводске запланировано множество других мероприятий в рамках Гипербореи. Например, конкурсы хоровых коллективов и юных композиторов, выставка художников из Эстонии, лыжные гонки. Закрытие зимнего фестиваля состоится 1 марта на площади Кирова народным гулянием и широкой масленицей. В Петрозаводске прошли гонки на картах. По накалу страстей их можно сравнить с «Формулой-1». Шумахерами на несколько часов стали работники средств массовой информации – радиостанции, газет, телевидение. Трассу длиной в 350 метров с поворотами на 180 градусов преодолевали как новички, так и умелые пилоты. С какими результатами финишировали мы и наши коллеги? Расскажет Оксана Мирисева. За счет скорости на трассе, крутых поворотов и коротких прямых участков марафон на картах для любителей все равно, что «Формула-1». Особенно для тех, кто здесь оказался впервые. После разминки, прежде чем допустить пилотов в гонки, тем более дилетантов, профессионалы проводят инструктаж. От элементарных правил, как оказалось для некоторых позже, зависит командный результат. Как только на трассе «Белый флаг», в течение двух кругов каждый участник из команды должен заехать на пиксток для смены. Десять команд из радищиков, газетчиков, телевизионщиков сначала стартуют для квалификации, то есть проходят отбор по времени. В итоге, кто быстрее проезжает один круг, тот впереди. Так, участники квалификации, вам нужно показать лучший один круг. Если вы в кого-то упираетесь, этот круг уже не будет лучшим. На первом этапе пилоты действительно осторожничали и пропускали более опытных или просто смельчаков. В итоге отборочного заезда хрупкая девушка из «Ретро-ФМ» приехала первая. Ника Плюс – седьмая. Первый раз было страшно, но поскольку здесь гонка и много людей, поэтому надо не дать себя обогнать. Может быть, поэтому страшно, потому что толкаются там. Все, уезжаем на квалификацию. С этими результатами и стартанули. И тут время команд менялось через минуты. Это фиксировал специальный датчик, установленный на каждом карте. К удивлению судьи со стажем, неопытные водители проезжали круг за 38 секунд, когда в профессиональных гонках время круга – 32 секунды. В компьютере идет и время круга вложено, таблица, длина трассы, можно увидеть среднюю скорость прохождения, можно найти лучший круг. В данный момент лидирует команда «Автомота», за ней идет команда «Авторадио». Разница между ними – меньше секунды. Вот Ника Плюс уже с третьего места сместилась на четвертый. Прыжки с одного места на другое объясняются просто. Сменился водитель. А таких смен – шесть. Каждый пилот может проехать только 20 кругов, после чего должен передать эстафету коллеге. Сложнее оказалось тем, у кого команда была не из шести человек, а из трех. На какие-то пять минут. Вот ни руки, ни ноги поднять не могу, поэтому… Да? Да, тяжело. Это тяжело. В середине гонок лидирующих пилотов из «Автомота» и «Авторадио» неожиданно для всех обогнала команда «Петранет» под номером 7. Оказывается, быстрый водитель поменялся намного позже, чем нужно, за что потом их оштрафовали, уменьшив общий результат. После лихачества двух других команд «Петропресс» и «ГТРК», которых затем сняли с гонок, соревнования вообще приостановили. Так, господа, всем предупреждение. Две машины уже спалили. Да, эти две педали. Очень грубо ездите. Мне один друг сказал, чтобы я потренировался на своей машине. У меня тоже две педали. Вот. Здесь на карте две педали. И не надо переключать скорость, как у меня. Поэтому на дороге у нас, точнее водители на дорогах, такие же вежливые, как здесь. Наша команда «Ника Плюс» единственная в меньшинстве добралась до финиша с победой. Третье место за 115 кругов, оно почетное. Гидаль, дайте. Сладкий миг победы. Очень интересно посмотреть, как поведут себя на трассе обыкновенные любители, которые, в принципе, даже многие из них ни разу не сидели за рулем карты. Потому что бытует такое обывательское мнение, что картингом должен или может заниматься, или просто прийти покататься только тот, у кого есть водительские права, какой-то водительский стаж. Отнюдь нет. То есть в карт можно сесть, не имея никаких навыков. Несмотря на то, что участники из СМИ сожгли сцепление на двух машинах, сломали колеса третьей, гонки им обещают. Однако в следующий раз без недельных тренировок соревнованиям не допустят. О семьях карельских, вепских и многодетных мы расскажем сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь, мы продолжим через две минуты. Классические мужские костюмы и ультра-современный стиль кэжел, а также обувь, трикотаж, нижнее белье и аксессуары. Секция мужской одежды «Кавалер». Сеть магазинов «Шанс» с 1 февраля по 31 марта предоставляет возможность сменить обстановку всего за одну покупку от 500 рублей. Холодильник, стиральная машина, вправе, поверхность и духовка, телевизор, ноутбук – сразу все в одну квартиру. Суперакция «Смени обстановку». «Шанс» в каждой покупке. Продажа, консультация и профессиональный монтаж теплых полов ведущих мировых производителей. «Калео», «Деви», «Термо», «Селхит». Компания «Энергоком». Дзержинского, 20. Быть мужчиной легко. «Аристократ» – благородная классика для самых дорогих мужчин. Все, что делает работу офиса эффективной и комфортной. Российская торговая сеть «Конторинг». Современные офисные товары в наличии и по каталогу. Улица Промышленная, 10, в торговом центре «Континент». «Конторинг». Стильно и солидно. Центр платных медицинских услуг Республиканской больницы предлагает консультации врачей-специалистов, исследования всех систем и органов на новейшем оборудовании. Только точная диагностика и профессиональное лечение сделают вас здоровыми и счастливыми. Ваша сантехника. Умная. Веселая. Маленькая. И большая. СЗТК Маркет. С новой сантехникой вас. Вы смотрите новости на телеканале НЕКО+. Спасибо, что остались с нами. Итак, семей, в которых дети и внуки разговаривают на вепском и карельском языках, с каждым годом становится все меньше. Поддерживать национальные традиции своего народа и передавать их новым поколениям в Карелии решили в игровой форме. Петрозаводский в стенах финно-угорской школы впервые прошел республиканский конкурс среди вепских и карельских семей. Семья Агафоновых, пожалуй, одна из самых необычных семей. В ней бабушки и прабабушки старались передать детям не только вязание, резьбу по дереву, исконный карельский язык, но и умение любить. Все семь детей для них свои. Всегда любили детей. У меня двое своих детей и трое из детского дома взято. И трое уже выпущено. То есть они взрослые, они приезжают. И все они умеют разговаривать на карельском языке. А вот в семье Алексеевых общаются на незнакомых для большинства словах только бабушка и внучка. Людмила Федоровна, как педагог, говорит, что вепский язык от карельского отличается разве что окончаниями. А так очень похож, как и сама культура. Та же вот национальная кухня, очень много схожего. Только вот отличие, если вот калитки, когда мы печем, то у нас круглые, как солнышко, а у них такие продолговатые. Остальное, мы все живем и питались лесом. Грибы, ягоды. Восемь таких семей, сохраняющих в доме национальные традиции, победители районных слизаний. Приехали из разных уголков Карелии на первый республиканский конкурс под названием «Отчий дом». Вообще же, судя по последней переписи, карелов и вепсы становятся все меньше. Из 9 тысяч вепсов по всей России большинство проживают у нас. К сожалению, мы говорим о том, что вот эта языковая преемственность, она утрачивается в семье, к сожалению, уже как бы не является традиционным говорить вот на карельском или вепском языках. И мы хотели как бы на это обратить особое внимание и посмотреть вообще, какая ситуация у нас. Нам самим стало интересно посмотреть, ну, насколько есть, не может быть, чтобы таких семей все-таки не было. И такие семьи нашлись. Последние приготовления перед конкурсом, репетиции. Вот они уже на сцене с визитной карточкой своей семьи. Не часто можно увидеть столько счастливых людей одновременно. А вы есть самые счастливые люди. И самые лучшие. И все они сегодня победители за то, что хранят по традиции от предков домашний очаг. Пятеро мальчиков и пятеро девочек, чтобы ни папе, ни маме не было обидно. Десятерых детей воспитывают уроженцы поселка Челна Владимир и Раиса Гуркины. И снова ждут прибавления. Что это, вопрос веры или просто любовь к детям? И как в наше время живется в большой многодетной семье? Расскажет Анастасия Зайцева. Математика есть? Письмо у тебя, да? Портфель, давай. Заботливо одеть, обуть, обнять детей перед уходом в школу. В этом доме это привилегия мамы. Отец большого семейства произносит своеобразную молитву. Благослови детей в школе, сохрани от всякого зла и греха. Аминь. Ну что, поехали, с Богом. Так, давайте, дети, садитесь в машину, аккуратно. У Владимира и Раисы 10 детей. Старшая, Яна, учится в Петрозаводске. Пятеро малышей всегда ждут дома, а четверо ходят в Челнинскую среднюю школу. Счастливо. Пока. Хорошо учитесь, чтобы без пятерок не приходили. Давайте, с Богом. Обратно Владимир едет уже один. И вот уже полгода за рулем его одолевают одни и те же мысли. Сейчас я четверых вожу в школу. Но в следующий год уже будет пятеро. А эта машина рассчитана только на пять человек. В семье Гуркиных каждый год прибавляется по школьнику. В сентябре пойдет учиться Илюша. Жигули 12-й модели еле-еле справляют дело. На них и продукты возят, и комбикорм животным. Что и говорить, всей семьей не покатаешься. Такой семье нужен микроавтобус. Власти обещались помочь еще в октябре. Так и находятся Гуркины в ожидании и невидении. Дети в школу пошли, все нормально. Без 15.09 Раиса ждет мужа на завтрак. Снова увидев любимую семью, Владимир хотя бы на несколько мгновений забывает о проблемах. Миша, будешь кашу маму? Будешь сейчас, мама даст тебе каши вкусные. Масло положить, Анюта? Да. А мне нет. У каждого дошкаленка свой характер. Аня барышня немногословная. Миша немножко угрюмый. Илья самый разговорчивый. Иосиф постоянно прячется, а малышка Лида чаще всех улыбается. Лида вырастет большая, будет кашу кушать, да? Владимир не скрывает. Бывает, путается, кто из детей когда родился. Вспоминает, только заглянув в паспорт. Мне уже предупредили, когда мы регистрировали очередного ребенка. Десятого. Десятого. Мне сказали, еще один родится. То надо будет менять паспорт. Этот дом Гуркины построили только минувшей осенью. До этого ютились у бабушки в челне. Владимиру пришлось бросить работу на железной дороге. Отгула никто не давал. Не скрывая, тогда помогло государство. Есть, конечно, недоделки, но детям есть где спать и главное тепло. Нету шкафа еще никакого. Куда можно было бы одежду сложить. Что-то на гвоздик повесили, что-то так вот ведра с водой здесь стоят. Если глава семьи настроен оптимистично, то Раиса готова выложить все, как есть. Накипело. На современные пособия по уходу за детьми большому семейству не прожить. Сложно живется в большой семье. Не хватает, конечно, нам и питания, продуктов, не хватает одежды, обуви. Ну, это не говоря уже там о мебели. Стулья, ну, сами видите, вот сидят, а вы стоите. Учительница требует лыжи в школе. Я говорю, Лиза, у нас ни у кого в первом классе не было лыж. Малыши Гуркины неприхотливы, а то и желания у них совсем взрослые. Машинку. А что еще кроме машинки хотелось бы? Сапоги. Летом на свет появится еще один Гуркин. Несмотря ни на что, дети – это награда. В один голос говорят многодетные родители. К тому же это вопрос Веры. Но мы не отказываемся от этого. Мы будем искать место на втором этаже. Пока на третьем, наверное? Ну, на третьем нет. Посмотреть сюжеты самих себе Гуркины не смогут, телевизора нет. И это тоже вопрос Веры. Если бы были все хорошие передачи, то, в принципе, можно было бы, чтобы в доме был телевизор. Но ведь это не так. Позиция может и наивная, но это своеобразная защита от современного мира. Им и кризис мировой неведом. Стараются как могут, ведут свое хозяйство. Пять гусынь, больше десятка несушек, четыре буренки. Так и живут благодаря живности яйцо, молоко, сметана, мясо. И, может быть, не так нужен Гуркин и микроавтобус, как вообще внимание государства. Внимание каждой конкретной большой семье, которая в собственной стране вынуждена не жить, а выживать. И это все новости на сегодня. Посмотреть их можно и в интернете по адресу nikadefizmedia.ru. Добро пожаловать на наш сайт. Спасибо, что вы с нами и увидимся. Сеть магазинов «Шанс» с 1 февраля по 31 марта предоставляет возможность сменить обстановку всего за одну покупку от 500 рублей. Холодильник, стиральная машина, встраиваемая поверхность и духовка, телевизор, ноутбук – сразу все в одну квартиру. Суперакция «Смени обстановку». «Шанс» в каждой покупке. Центр модов «Прическа». Будьте в центре. Ласковое море, завораживающие закаты, заснеженные горные склоны и экзотика тропиков. Мы знаем об отдыхе все. «Престическое агентство «Гринвич». Неограниченные возможности вашего отдыха». Культурно-деловой центр гостиницы «Маски» рад приветствовать жителей и гостей нашего города. Для вас современные номера со всеми удобствами. Сауна с круглым бассейном. Кафе предложит вам разнообразное меню с европейской и национальной кухней. Приглашаем посетить малую сцену музыкального театра в зале культурно-делового центра. Мы всегда рады вам. Ювелирные салоны «Золотой овен». Дарите любовь. Красивое белье – один из самых желанных подарков для женщины. Проблему выбора деликатного подарка поможет вам решить подарочный сертификат от магазина «Дива». Обладательница сертификата получает возможность выбрать то, что ей по вкусу. Салон «Дива». Такой подарок не останется без благодарности. Наше радио и компания «МСП» представляют. 11 февраля в ДК «Машиностроитель». Вячеслав Путусов и Юпитер. 25-летию легендарной группы «Наутилус Помпилиус» юбилейная программа «Нау-Бум». 11 февраля. ДК «Машиностроитель». Начало в 19 часов. Приятная новость для жителей новостроек по улице Варламова. Здесь ведется подключение кабельной сети НИКа. Выберите НИКу и получите уникальную возможность смотреть цифровое телевидение. Подключайтесь! Открытая дверь для открытых людей. Человек сам состоит из воды в основном. И без воды не может прожить вообще. Без пищи можно прожить. Без солнца можно какое-то время прожить, а без воды нет. Наши современники. Их идеи и поступки. Открытая дверь. 6 февраля в 19 часов. Привет! Это «Глаз народа». Крутится-вертится шар голубой. Крутится-вертится над голубой. Прощание с Родиной. Каждую среду после новостей. Самая народная программа. Смени обстановку. Шанс в каждой покупке. Ювелирные салоны «Золотой Овен». Дарите любовь. Приятная новость для жителей новостроек по улице Варламова. Здесь ведется подключение кабельной сети НИКа. Выберите НИКу и получите уникальную возможность смотреть цифровое телевидение. Подключайтесь! Прогноз погоды представляет Северная меховая компания. Теплые натуральные шубы из норки, бобра, анда, тре и лисицы выполнены в лучших традициях русских меховщиков для северной зимы. Молодежный и классический дизайн. Огромный выбор головных уборов. Кредит. По прогнозу Карельского гидрометцентра 3 февраля в Петрозаводске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 7,9, днем минус 3,5 градусов. Ждем вас в магазинах «Меховая одежда» и «Меховой салон» на улице Горького, а также в «Северном сиянии» в торговом центре столица, второй этаж. По данным Банка России, на 3 февраля установлен следующий курс валют. Доллар США 36 рублей 18 копеек, евро 46 рублей 5 копеек. Полезная информация бесценна. Смотрите Неку Плюс и будьте в курсе, господа.